Музыка Музыка, запах блинов В Песчанке сегодня, как и во всех районах города, проходит праздник Масленицы Организаторы, поняв, что мы приехали отнюдь не за праздничными кадрами, сказали Опять каку снимать будете? Очень метко сказали Праздник проходит на фоне мусорного пейзажа Снимаем дежурный по городу каждый выходной У проблемы городских районов Сегодня мы про Песчанку снимаем Вы в Песчанке живете? Да Как жители, можете рассказать нам что-то о проблемах Песчанки, которые вы сегодня видите постоянно? Вот, да Мусор постоянно Вот насчет мусора, да Вот у нас здесь раз, два, три мусорки постоянно забиты Постоянно И особенно, как только ветер пойдет Несет по всей Песчанке Эти мишки злофановые и так далее А дворники, видите их вообще? Да, дворники вижу А вот мусорки Да, завалены То есть территории не закрепленные, не смотрят за ними Например, даже нижние пещанки Да вот везде Поддержание порядка, мусора Именно мусор Да, хозяина нет, одним словом Хозяина нет? Да, который смотрит, организовывает, контролирует Планирует И все Управляющие компании, ДСЖ какие-то местные, с ними Вот, общаетесь? Что говорят они? Ну, я с ними не общаюсь Смысл, они меняются Лидеры сейчас, как был лидер, так и есть лидер Ну, так Не контролируется Я не знаю Может, финансирование плохое Может, еще что-то Проблема не нова Как мусорная реформа и звание мусорной столицы Выданная блогером Варламовым пару лет назад В чутком механизме обращения с твердыми коммунальными отходами Достаточно сбоя одного звена, чтобы мусор заполнил улицы города А сбоев хватает Нарушился график вывоза, все фатал и юрор Мусор из переполненных баков тут же растаскивают собаки, коровы и ветер Что делать? Переименовать из мусорной столицы в город трудовой доблести мало Надо еще что-то Моменты, связанные с собаками, с мусором Администрация Горелинского района Что принимается, что будет делать А как избавиться Ну, на болезни, что первые нужны Видите решение какое-то У нас сезонно весна-осень Обостряются как раз вопросы И с собаками, и со свалками Ну, свалки у нас все на контроле Все несанкционированные свалки Это одна история А те свалки, которые происходят у нас, где организован сбор ТКО Тут уже причина накопления, она как бы не во всех случаях одинакова Где-то оригинальный оператор не вовремя вывез Где-то машина сломалась, не доехали, еще что-то Достаточно баку постоять День-два переполнены И рядом появляется определенный объем Но так как мусор содержит в себе еще какие-то продукты питания, остатки То, конечно, это кормовая база для собак Собаки растаскивают пакеты в разные стороны Все это раздербанивает Ну, и ветер потом делает свое дело И, конечно, мы видим неприглядную картину Поможет, тем не менее, только уборка Сбои у регионального оператора Или поведения собак, коров Или ветра отменить нельзя Что мы делаем? Там, где нет у нас управляющих компаний Тут уже мы отрабатываем путем Либо мы выходим на субботники с местными жителями Либо мы по возможности, где есть такая вот именно возможность Привлекаем предпринимателей, которые нам оказывают помощь техникой Почему? Потому что мы, конечно, подаем Составляем реестр несанкционных свалок И весну-осень мы их убираем Но ждать, допустим, все лето или всю зиму Когда мы то или иное место приберем Это тоже неправильно Потому что мимо этих мест ходят дети А дети, сами понимаете, что если они каждый день видят Что все время грязно-грязно То у них уже не будет в голове такого Что там бросить бумажку, не бросить Он обязательно бросит, потому что он видит Что на его пути везде грязно Поэтому все такие моменты Мы стараемся нестандартно подходить Но все-таки убирать несанкционные свалки Мусор – проблема не только Ингодинского района Конечно, по всей городской агломерации Скоро пройдут субботники Ну вот, выбросить мусор ровно в контейнер Можно уже сегодня Если в нем есть место, конечно Дежурный по городу ЗАП-ТВ